Всем приветик! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня с вами продолжение эксперимента, вернее, его начало. Сегодня нас ждут грандиозные события приготовления еды, поедания её. В общем, всё как всегда в выживаниях, так что не оставайтесь равнодушными, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свои комментарии. А я погнала уже завтракать, обедать и ужинать. Всем приятного просмотра! Ну что, начинаем с вами завтрак. На завтрак я сегодня решила взять Геркулеса поесть, изюма немножко. Сахар я не покупала, у меня есть сахар вот в таких пакетиках, у меня их много. И поэтому, ну зачем мне лишние деньги на сахар выбрасывать, там хоть и было на развес, но всё равно, как бы у меня таких море. Вот с Бургер Кинга, там с Макдональдса. Значит, что делаем? Кастрюльку, ковшик у меня занят. Я беру овсянку, добавлю сейчас. Вот одну чашечку. Хорошая. О, тебе же много будет, мне есть, только не съем. Она сейчас ещё разварится. Всё. Потом сюда сахарок. Один пакет, это тоже сахара много будет. Чайник возьмём. Из чайника варим водички. Хочу пожиже. Поэтому воды много добавляем. Так, и ставим на плиту. Теперь я возьму изюм, оно немножко, вот так, горсточку, чисто для вкуса. Сейчас я его промою, помою и потом добавим его сюда. Кстати, изюм нормально, он такой не мелкий. Вполне себе норм. Закипела овсянка, я сюда добавляю изюм. Помыла я его. Всё у меня нормально. Сейчас немножко он постоит. Всё, закипела. Теперь я выключаю. И готова. Сейчас она немножко настоится. Варить её не буду. Всё отлично. Зачем тогда было кастрюлю пачкать? Всё, и вот такая у нас овсянка получается. Ну что, завтракаем с вами. Каша у меня тут уже постояла. Остыла уже и в холодец превратилась. Тело пожиже. Так, ну что, мы с вами и холодец, кстати, сделаем. То, что мне прямо холодца хочется. Вот, с изюмчиком. Прям сладенькая, ну-ка. Немножко сахара одной было побольше, давай. Ну ладно, изюм всё скрасит. Кашу я съела. Изюм, от него на зубах скрипит какой-то песок. Надо его лучше промывать и вообще лучше кипятком его замочить, чтобы всё это там размокло, так сказать, и вымылось. Потому что то, что я там под водой промыла, это ерунда. В общем, было, зубы не поломало, а вот этот изюм. Так он нормальный, но песочек поскрипывает. Ну что, ребят, я заварила себе ещё пакетик чая. За эксперимент начало положено. Завтрак был сегодня высший беловаж. По поводу молочных продуктов. Я их не употребляю, даже в те времена, когда у меня есть деньги. Ну, так скажем, когда на питание у меня больше средств выделено. Я его вообще даже никогда не покупаю, никогда не пью. Кефир редко, редко очень так. Когда мне надо вечером что-нибудь поесть, так сказать, чтобы не наедаться, могу чашечку кефирчика выпить. Опять же, если он есть в наличии. По поводу творога. Ну, творог иногда ем. Но тоже очень-очень редко там в виде то запеканок и сырников. Всё, молочные продукты больше не употребляем. Мне они сто лет не нужны. Не ем я их. Фруктов, да, согласна. Фруктов у меня вообще нет. Но, может быть, когда я схожу в магазин за солью, может, куплю какой-нибудь один фруктик, бананчик или яблочко. Можно взять. Вот, фруктов мало. С этим я с вами согласна. На молочка нет. Мне она сто лет не нужна. Без неё живу прекрасно. Вот, ребят, ну что, завтрак окончен. Дальше будем с вами готовить обед. У нас сейчас с вами наступает время обеда. И на обед сегодня я приготовлю себе суп из кукурузной крупы. Думала, из пшена приготовить. Потом я вспомнила, мне-то пшено на кассе не смогли взвесить. Там что-то было со штрих-кодом. В общем, не получилось. Без пшена. Мне так хотелось супчик из пшена. Ну ладно, тогда из кукурузной крупы потребуется картошка одна. Кубик возьмём. Дальше морковь, лучок, батон. Надо, кстати, сейчас половину отрежу, заморожу. И ещё раз делаю курицу. Вот. И подсолнечное масло. Готовлю суп. Я, значит, нарезала морковь, вернее, отрезала половинку. Половинка у меня пойдёт на суп, половинка останется там, например, на ужин. Разрезала дальше луковицу, но пополам тоже так же. По тому же принципу на ужин там или куда-нибудь пойдёт. И одну картошку тоже почистим. Значит, сейчас я хочу взять куку кукурузную, немножко её промыть. Сразу будем делать зажарку в кастрюле, потому что так будет повкуснее. Ну, кукурузной крупы, где-то столько возьму, немножко. В общем, столько у меня ещё останется. Наверное, мне кажется, её многовато взяла. Суп с ней вкусный получается. Да и так тоже она сама по себе приготовлена вкусной получается. Можно даже на завтрак будет кашку сделать, например. Завтра, послезавтра, на днях. Значит, что делаешь? Сейчас промою кукурузную крупу. Крупу промыла, я очень много в ней всякого ерунды всякой плавает. В общем, теперь что мне нужно? Нет, сначала я нарежу лук, потому что мне нужно будет делать зажарку. Лучок нарезаю кубиком. В общем, стандартно. Так, морковь я тоже нарежу кубиком мелким. Ну, или полосочками. Потому что... Нет, терять тут как бы нет смысла. Тут нечего терять. Вот так просто я нарежу сейчас. Кастрюлю беру, включаю плиту. Так, теперь масло нам надо открыть. Хорошо в этот раз было масло. Помните, в последнем выживании мне... Сейчас... Двумя руками открыла, а то это было бы смертельный случай с маслом из кухни. Так, теперь сюда высыпаю морковь, лук. Жариваю теперь всё это. Так, у меня тут немножко уже обжарилось. Хватит, сильно не надо. Теперь добавляю сюда кукурузную крупу. Нам нужно тоже всё это обжарить немножко, так сказать. Так будет вкуснее. Попробуйте. Крупа, она немножко обжаривается и становится вкуснее. Тут крупа у меня немножко тут всё у меня обжарилась чуть-чуть. Теперь сюда добавляем одну порезанную картошку. Я порезала половинку кубика. Половинку у меня осталось. Так, кубик этот что-то не очень-то ломается так. Всё, в общем, всю картоху. Теперь доливаем водой. Бульона у нас, соответственно, нету. И всё это теперь варю. Суп я себе варю на пару раз. Там на сегодня и на завтра. И всё. Сейчас крупа у меня немножко разварится. И будет нормально. Тут сейчас жидковато, но потом всё придёт в норму. В общем, варю суп. Всё, в принципе, вот такие приготовления несерьёзные. Я разделалась, отделила я филе. Сегодня это на ужин. Приготовим стрипсы. Ну, что-то наподобие. Типа, захотелось мне их. Дальше. Значит, это у меня запчасть от филе. Я её оставлю. Мы сварим с вами заливной. Мне что-то из заливного прям захотелось. Так желатин я докуплю. Вот у меня соль, желатин. И как раз-таки сделаем заливной из этой части. Тут я расфасовала два крыла, два бедра, две голени, две спинки. Напополам её резануло. И одно филе осталось. Всё. В принципе, сейчас я это всё заморожу. Это оставим на завтра. Будем заливное делать. Это на вечер. Ну что, суп у меня готов. Всё, хорош ему вариться уже. Где-то минут 20. Может, даже немножко побольше. Дальше я беру тарелку. И, как всегда, будем наливать 5 половников. Видите, смотрите, как хорошо разварилась крупа. Прям такой густой стал. Отлично. Так, половник сейчас возьму. И теперь наливаем. Можно было, конечно, и на курицу сварить. Но да ладно. Поэкономим пока в самом начале пути. А дальше шиковать будем. Вот, на два раза. На сегодня и на завтра. Сейчас он остынет. И можно будет трапезничать. Суп остыл. Теперь можно приступить и к трапезе. Отрезала я себе кусочек булки, вернее. Жадно так оторвало. Тут у нас сегодня свежий отремонт делают. Поэтому немного простите, если будет шумно. Ну что, давайте суп заценим. Прикольный. Такой необычный. Кто-то смотрит супов фигеев. Но я нет, я довольна. Мне нравится. Обожаю разные там супчики. В последнее время я вообще на них подсела. И до этого я себе их каждый день готовила. Вот каждый день на обед у меня был суп. Не знаю почему. Серьезно. Очень сильно на них подсела. И очень сильно хочется их. Требует мой организм. Поэтому сейчас я прям рада, что суп буду каждый день гореть. А до этого типа не рада была. Ботан, конечно, не свежий, уже полежавший. Но ничего. Есть можно. Все, ребят, тарелка пуста. Я очень сильно наелась. Было очень вкусно. Суп, кто бы что ни говорил, суп был высший пилотаж. Превосходно. Увидимся с вами за ужином. Будем готовить стрипсы. Ну, или что-то типа наподобие. В общем, что получится у нас выйдет в итоге. Ну что ж, у нас с вами настаёт время ужина. Берём филе. Одно. Дальше это мы на завтра оставим. Теперь нам понадобится ещё одно яйцо и немного муки. И из батона сделаем ещё сухари. Ну, даже не сухари, а такую как бы крошку. В миску разбиваем яйцо. Немножко посолю. Взяла я ещё столовую ложку где-то муки. Теперь надо нарезать на филе. Будем нарезать его на полосочки. Ну, вот на такие примерно. Ну, так. Так, у меня тут много не выйдет. Я просто раз, два вот нарежу на несколько частей сразу. На несколько частей такое ощущение, что у меня тут куча получится. У меня не куча, а всего лишь два, сколько, шесть штук. Ну, ничего. Нормально. Нам их надо посолить. Филе куриное. Посолили. Теперь я возьму блендер. Батон. Немного. Ну, где-то вот так. Чуть-чуть нам надо. И нам нужно его превратить в крошку. Всё, крошка у меня готова. Я не буду её высушивать. В духовке сама всё высушится. Пускай будет такая... Как бы я буду запекать в духовке, поэтому этот пункт мы пропустим. Ну, и что теперь мы делаем? Берём филе, обваливаем в муке. Так, яичко поближе поставим. Потом яйцо. Вот так. И в сухарях. Так. Так у нас получается. И кладём теперь всё это на противень. То же самое теперь сделаю я с остальными. Беру так же филе, муку, яйцо. Можно в сухарях обвалять. Без разницы. Ну, у нас за сухари вот батон сойдёт. Можно ещё, знаете, в чём? В хлопьях тоже хорошо получается. Они такие хрустящие выходят. Ну, за счёт того, что у меня тут батон, он сейчас тоже подсушится в духовке. И тоже они будут хрустящие. Всё, красавчики, готовы. Теперь в разогретую духовку. Она у меня ещё не разогретая, но я пока поставлю. Пусть вместе разогреваются. 180 градусов, вверх-вниз, где-то на полчаса. И теперь к стрипсам сделаем с вами ещё майонез. Для этого нам потребуется одно яйцо. И сначала ещё масло я налью. Тут у меня отмеряется, так он отмеряет. Значит, на 100 мл я беру одно яйцо и масло. Масла много не буду расходовать. Дальше добавляем сюда одно яйцо. Можно просто два желтка. Чайную ложечку лимонного сока. Возьму я немножко лимонного сока, потому что без него никак иначе вообще. Немножко сахара, где-то 3-5 грамм. Не знаю, и соль и столько же. Щепотку на глазок. И теперь всё это блендером вжикаем, делаем. Пробиваем. Ну всё, готово. Где-то минуты две. Вот как он у меня получается. Прошло полчаса, как я и говорила. Теперь достаем стрипсы. Ох, какие румяненькие получились. Ну не красота ли? Супер. Дальше я хочу теперь сделать салат из капусты. Из этого оставшегося качанчика, потому что он вот-вот уже на исходе. Последние, так сказать, минуты. Сейчас нарежу его соломкой и всё, и салат готов. Как красивый разрез какой. Нашинкую вот так тоненько. И ещё у нас с обеда оставалась головка лука, половинка. Я её сейчас порёжу тоже в салатик. Так сказать, приятное дыхание, свежее. Никто с вечера не отменял. Главное, чтобы не с утра. Всё. Так у меня тут вышло всё. Капуста шикарная. И знаете, что я это ещё всё майонезом заправлю. Добавляю сюда ложечку, полторы ложечки майонеза. И всё это сейчас перемешаю. И салат с майонезом готов. Я его, кстати, ещё даже не попробовала. Ну ладно, сейчас так с вами вместе и попробуем. Ну что, смотрите, какой у меня сегодня ужин получился шикарный. Покой, явство мы с вами никогда ещё не готовили. Ну, я до этого готовила, но без вас. Вот я имею в виду с вами на выживаниях прям шикарный киевсичный ужин у меня сегодня. Сейчас поломаю. Давайте покажу вам, как получается. Как хрустит всё это, да? И вот такая там курочка. Хрустящая панировка. И нежная курочка внутри. Главное не пересушить. Где-то минут 25, наверное, у меня. А да вот я потом, когда монтирую, и по времени смотрю, по часам, сколько у меня ушло минут. Ну что? Нет, сначала давайте попробуем без майонеза, а потом с майонезом. Вообще не сухая и хрустящая корка. Супер! А теперь с майонезом. Майонез я пересолила чуть-чуть. Надо было соли поменьше добавлять. Но так, в принципе, вкус, его не могу понять, на что похож. То ли майонез, то ли что-то среднее. Ну-ка. Немножко соли много, а так вроде более-менее нормально. Ну да. Ну да, неплохо. Так, ну а теперь салат. Свежее дыхание. Капуста деревянная. Зубы поломать, пока выживать будешь. Что ж она такая деревянная. Шикарный ужин подошёл к концу. Я попозже заварю чаёк, потому что я что-то наелась, пока мне пить не хочется. Так, салат у меня остался. У меня болят челюсти. Это вообще просто невозможно выживать. Он какой-то железный. Капуста, это у меня реально болят шоки от этого жевания, этого салата. Просто невозможно. Осталось у меня, может, он полежит, промаринуется немножко, и завтра будет получше. Ну, поглядим, увидим. Три стрипса я съела, три осталось назад, потому что не сытно именно и дальше, и для вечера много не надо кушать. Всё-таки у меня большая цель на похудение нацелена. Майонез остался. Майонез, кстати, мне понравился. Хороший, единственное, что да, немножко соли многовато, ну а так нормально. Можно есть вполне себе домашний хороший майонез. Слобода отдыхает, так же, как и все сегодня тоже. Все сегодня отдыхают, кроме моего тут ужина. Ну что, сегодня у нас с вами подошёл к концу первый день. Всё было шикарно и вкусно. Ну, в первый день всегда так. Есть где разгуляться. Увидимся с вами завтра.